Здравствуйте! Вы смотрите программу «Горячая линия». Меня зовут Валерия Ермак. Каждую неделю в этой студии мы разбираем непростые ситуации, помогаем людям разобраться в своих сложных проблемах. Прямо сейчас я предлагаю узнать, чем закончилась история прошлой программы. Смерть самых близких людей, родителей, в один миг разрушила жизнь молодого человека Романа Богданова. Он потерял все, что у него было. Сейчас живет на автомойке. Изменилось ли у парня что-то после нашей программы? Смотрим сюжет. О нелегкой судьбе Романа Богданова сообщила друг семьи Елена Бочарова. Парень, сын известных в Кузбассе федеральных судей, оказался на улице. Его мать зверски убили, когда Роме было 13, через несколько лет умер отец. И подросток остался один на один с богатым наследством. Но все имущество разбазарил, так как начал употреблять наркотики. В итоге жить стал с бабушкой. Она умерла, свою квартиру переписав на родственников. А те выгнали Романа сразу после похорон. На программу «Горячая линия» Богданов пришел вместе с Еленой Бочаровой. Вот только в студию так и не зашел до самого конца передачи. Свою помощь парню предложил уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын. Вот только Рома и тут проявил нерешительность. Пока никуда не обращался. Ходит болтается, его же надо маленечко в порядок привести. Ему стыдно в таком виде куда-то идти. Вовремя не пошел, поэтому теперь одному ему как-то. Вот ему поддержка нужна. Хочет он все-таки со мной эти дела сделать. Между тем на официальной странице телеканала «Мой город» бурное обсуждение программы. Одни пишут, что Роман сам во всем виноват, и бабушка не собиралась оставлять ему квартиру. Другие жалеют парня. Вместо того, чтобы сейчас осуждать его, надо было взять и помочь парню. А то, смотрю, все такие умные и всезнающие. Да вы и одной сотой не знаете из жизни его. Так что лучше молчите. Не было бы некоторых личностей из окружения его родителей, было бы все по-другому. Ромич, держись, все будет. Сам виноват, что еще сказать. Не понимаю, зачем вообще полез в телек? Опозориться на весь Кемерово? Жалко дурака. Возмущена до предела. Не зная всей истории, вы судите. И кого вы слушаете? Это Елена Бочарова, риэлтор, наживалась на чужой беде. Помогла продать все имущество Романа. Этот парень, постоянно бегая от опекунов, проколол две квартиры, две машины, гаражи, дачи и денег два с половиной наличными. А сколько он попил кровушки у опекунов? Лгун. Никогда не хотел ни учиться, ни работать. А бабушка Мария Сергеевна объявила сразу, чтобы на ее квартиру он не рассчитывал, чтобы не спустил на наркотики. Всю информацию вы можете подтвердить у друзей отца, Богданова Юрия Александровича. В любом случае, как бы кто ни относился к Роману, сам он пока и пальцем пошевелить не захотел, чтобы изменить собственную жизнь. А под лежачий камень, как известно, вода не течет. Вот это письмо в редакцию «Горячей линии» пришло из города Мариинска от Галины Лапиной. И вот, что пишет эта женщина. У нее есть дочь, ребенку которой 6 лет, 8 лет, прожила замужем, он ее избивал, издевался. Разошлись в сентябре 2011 года. Алименты платят нерегулярно. За полгода заплатил 15 тысяч рублей под расписку. И уже шестой месяц опять ни копейки. Ольга, вот это письмо мы получили от вашей мамы. То, что здесь написано, это действительно все так? Да. Спасибо. Итак, сегодня тема программы «Горячая линия» – отец-кукушка. Вместе с нами в студии наши эксперты. Возможно, им удастся как-то помочь Ольге найти выход. Итак, Ульяна Жаркова. Ей довольно часто приходится проводить рейды по квартирам злостных неплатильщиков алиментов. Евгений Бетук знает, как отстоять законное право на получение алиментов. И отец Владимир Курлюта, он расскажет об отношении церкви к тем, кто не хочет помогать своим родным детям. На прямой связи с нашей студией моя коллега – журналист Наталья Токмагашева. Для нее эта программа особенная. Она сама росла без отцовской поддержки. Да, Валерия, это действительно так. Мои родители развелись, когда мне было два года. И отец перестал алименты платить, когда мне было шесть лет. Ну, видимо, забыл, что у него есть ребенок. Моя мама работала в две смены, чтобы поставить меня на ноги. И когда я побывала у Ольги Калечкиной, да, у нашей героини в гостях, меня не покидало ощущение дежавю, как будто бы моя жизнь. Так вот, сейчас я предлагаю посмотреть сюжет о нашей героине. Эта история похожа на тысячи других. Она встретила его и почти сразу влюбилась. Он красиво ухаживал, потом сделал предложение. Шесть лет назад, после свадьбы, Ольга и подумать не могла, что сказка может кончиться. А принц на белой иномарке превратится в чудовище. После рождения дочери, Евгений стал все чаще выпивать, поднимать на нее руку, а деньги тратил исключительно на собственные развлечения. После таких страшных слов маленькой дочери, Ольга решила навсегда расстаться с мужем. Когда они развелись, Евгений, который никогда с ребенком особо не ладил, вовсе забыл о своих отцовских обязанностях. Раньше Ольга не обращала внимания на то, что с сыном от первого брака супруг не общался и редко помогал материально. Теперь сама ощутила, каково это остаться одной с ребенком. Евгений алименты не платит вот уже полгода. К счастью, у женщины есть мама, которая почти всю свою крошечную пенсию отдает внучке и дочери. Сама Ольга работает парикмахером. Зарплата нестабильная, поэтому денег часто не хватает. Ольга пробовала говорить с бывшим супругом. Он уверяет, что сейчас не работает, соответственно, на доходы никакого не имеет. По словам женщины, не платит алименты он и на ребенка от первого брака. Зато Евгений путешествует. Вот его фото на одноклассниках. Недавно отдыхал в Таиланде. Настоящие чудеса, безработные и, можно сказать, нищий человек научился без денег посещать дорогие курорты. А если и ваш бывший супруг или супруга не платят алименты, звоните, делитесь с нами вашей историей. Номер телефона горячей линии 8 933 300 0300. Ольга, мы сейчас посмотрели сюжет. Скажите, действительно так, маленький ребенок, красивая дочка. Ваш супруг никогда не проявлял любви к ребенку? Его постоянно все раздражало. То есть, если она бегает, прыгает, он на нее кричал. Сказал, иди в спальню, закрой дверь. Потом уже папа, папа, она к нему. Он уже, я уже говорю, ребенок тебя не видит целый день. Ты можешь уделить минутку внимания? Он уже что, Карина? А у него уже все желание, конечно, пропадает с ним общаться. А сейчас они как-то видятся, общаются, встречаются? Ну, а сейчас нет. Вообще он не проявляет никакого желания, ни внимания, не звонит первые никогда. Вот так. Ну, вы как-то вообще поддержку его не ощущаете? Или вы все-таки к нему иногда за помощью обращаетесь? Ну, в крайних случаях, когда некуда ее. И как он реагирует на ваши просьбы? Ну, он не против. Он, если сам не может, отвозит ее к его родителям. Ну, у него до этого была семья, да? Какие у него были отношения с супругой? У него были дети, да? Или один ребенок? Один ребенок. Прожили они немного, как я знаю. Сыну было два с половиной года, он оттуда ушел. Ушел сам. Сейчас как у него судьба складывается? Он живет с кем-то, встречается? Живет. Уже, наверное, второй год живет. У нас уже есть телефонный звонок. Давайте послушаем телезрителя и продолжим разговор в студии. Здравствуйте. Вы в эфире говорите. Добрый день. Как вас зовут? Пожалуйста, ваш вопрос. Я не хотела бы называть свое имя. Я бабушка. У моей дочери точно такая же была ситуация. Она училась в институте. Рано родился ребенок. И на суде зять сказал, заберите исполнительный и делайте с сыном, что хотите. И сейчас я смотрю на внука. Он такой красивый. Он умница. Он заканчивает школу. Он спортсмен. Ну, мы отказались от алиментов. Я дочери сказала, не унижайся. Не порть тебе жизнь. Для чего это нужно? Ведь не переделать. Если отец уже такое отношение к ребенку такое. Зачем девочки так себя мучают? Для чего они разрешают издеваться над собой? Чтобы их били, унижали, оскорбляли. Есть же родственники. Мама, наверное, бабушка. Кто-то мог бы помочь? Для чего вы такая красивая девочка? Я посчитала, что я правильно это решила. Мучилась, конечно, долго. Что, может быть, решение мое неправильное. Что я где-то повела себя, может быть, не так надо было. Но умерить бесполезно было. И чтобы не унижать ребенка лишний раз. У него свой хороший отец. Он забыл все. Он понял теперь только, вот какое у него отношение с теперешним отцом. Скажите, а отец ребенку вообще никак не помогает? Простите. Алло, вы с нами? Да, да. Скажите, а сейчас отец ребенку вообще никакой помощи не оказывает? Вообще. Было внукову чуть больше двух лет. Вообще. Я когда-то увидела, что недалеко они играли в футбол, мальчишки. И стоял зять. И я испугалась, что он его увидит. Но я думаю, он бы его уже и не узнал. И я рада, что вот не прошла дочь моя вот через эти... Ну, это очень сложное отношение. Это лишнее унижение для женщины. Ребенок должен быть радостью, наслаждением. И ребенок не должен этого чувствовать. Вот этих разговоров, что вот отец дал, не дал. Ради Бога. Не такие уж большие деньги по нынешним временам. Спасибо вам большое. А, Коль, вот то, что говорит телезрительница, да, у вас никогда не было мысли, ну, пусть живет своей жизнью. Я буду жить самостоятельно. Или тяжело? Вот вам тяжело одной воспитывать ребенка или все-таки вот эта финансовая ситуация очень сложная? Финансовая ситуация. Финансовая ситуация. Скажите, Евгений, да, вот таких ситуаций достаточно много бывает, как ситуация с Ольгой, да. Она вот заранее, я думаю, что предвидела, что Евгений никакую помощь оказывать не будет, да. Как она могла себя подстраховать? Может быть, каким-то законодательным образом, чтобы все-таки этот человек ей помогал? А, к сожалению, да. Ну, что хочу сказать. Конечно, хорошо, когда есть такие родственники, добрые такие, великодушные, которые всегда поставят плечо. Не надо забывать о законных обязанностях бывшего супруга, держать своего ребенка. Для этого есть определенная система государства, сложилась от судебной приставы, она должна работать. В любом случае, никакие соглашения, скажем, об отказе от плати алиментов у нас в законе допускают. Поэтому в любом случае, как бы у вас ни был настрой благородный, вы, я настоятельно рекомендую, обращаться к приставам, предъявлять исполнительные документы. Также вы имеете право в своем заявлении указать то имущество, на которое вы просите наложить запрет, изыскать его в первую очередь. И также ходатайствовать об ограничении временном выезд должника за границу. И пускай этот исполнитель не сработает. Вы, конечно, стараетесь жить без этих алиментов, но это вам лишнее не будет. Ну, а если человек не работает, я так понимаю, что он долго не работал, да, Евгений? Что с него взять-то? Работал? Он, наверное, работал, скорее всего, с осени, вот до сегодняшний день, допустим, да, потому что зима была, работы у них нет. То есть летом он работал неофициально, и тоже помощи у него не было. Ну, а сейчас вы на что надеетесь? Он работает где-то, можно от него что-то получать? Ну, он сказал, что устроился, да. Что нужно делать женщинам? Вот если все-таки надежды нет никакой, да, человек вот не работает и ни на что не способен, да, никак помочь? Ну, конечно, осложняет ситуацию, но так не бывает, что человек должен жить на что-то. Он должен как-то добывать себе хлеб насущный. Он должен где-то... Но не всегда это официальным путем происходит, правильно? Это будет повод уже обратить внимание тем же налоговым органам, потому что работодатель, получается, платит, зародоплата называется в черную, не выплачивают с нее налоги по доходу, налог государству. То есть уже можно себе прилечь на свою сторону налоговую инспекцию. Также, если у вас известно, как правило, у нас города не очень большие, поэтому знакомые, как-то через знакомых знакомых можно узнать, где он как-то себя проявил, устроился на работу или, может быть, там, иметь какой-то бизнес или там имущество. И также просить приставов, когда тащить перед ними, чтобы они именно на это повлияли. А обращались к приставу? Наверняка у Евгения есть какое-то имущество, правильно я понимаю? Там машина, квартира, что-то есть? Нет. Ничего нету, да? Нет. У него был дом совместный, купленный с первой женой, он оставил сыну. То есть у этого человека, получается, ничего нет? Ничего нет. А что говорили приставам? Ты к ним обращалась? Точно я не знаю, что они ему говорили. Он им всегда говорил, что я нигде не работаю. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здраво, из Кемерово. Как вас зовут? Меня зовут Андрей. Мы вас слушаем, Андрей. Вы знаете, вот я как-то просто имя не узнал, девочка. Ольга, Ольга Андреевна. Ольга. Ольга, 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 хорошо. Вы знаете, Ольга, вот я вам, вот как сам отец-одиночка, я вам скажу, идите вперед.